Всем привет! Сон Саухату! С вами Ольга Дуброва. А сегодня я вам расскажу про гортензию метельчатую. Устраивайтесь поудобнее у наших экранов. Почему про гортензию метельчатую? Потому что все привыкли гоняться за красотой гортензии крупнолистной. Но она слишком хлопотная в выращивании и не у всех удается. Гортензия метельчатая хороша тем, что она, как правило, морозостойкая. Она хорошо размножается. Она неприхотлива, не так привередлива к условиям почвенным. Вот об этом с вами сейчас подробнее и поговорим. Какое место любит гортензия? Где ей лучше всего чувствуется? Если вы живете в средней полосе и ближе к северу, то, конечно, место солнечное. Там ей очень понравится, она проявляется во всей красе. Но если в южной части, даже республики Беларусь, то от прямых лучей все-таки ее куда-нибудь поместить в полутенистое место. Смело сажайте, и она там будет чувствовать себя хорошо. Не сажайте под крону больших деревьев в таком случае, потому что гортензия, из латыни мы там помним ее название, что она любит очень воду. И крупные растения с помощью своей корневой системы будут отбирать постоянно у нее влагу, что недопустимо. Какую почву предпочитает гортензия метельчатая? Почва должна быть где-то там около кислой. Если говорить языком цифр, то это PH будет равно 5, плюс-минус 0,5. Так ориентируйтесь. И снова же. Средняя полоса, родные почвы, если вы туда не привезли самосвал какой-то земли специальной, то они, в принципе, и имеют такую кислотность. И, в принципе, в дальнейшем не стоит заморачиваться по поводу того, как повысить кислотность почвы там, где растет гортензия метельчатая. Приобрели мы гортензию, и теперь необходимо ее посадить. Для этого надо, конечно, заправить ямку грунтом. И вот этот стартовый грунт будет примерно такого состава. 2, 2, 1. Это значит перепревший навоз или компост. Это значит дерновая земля, торф, песок. Корневая система у гортензии, она не глубокая. Поэтому и ямку копаем мы 30-30-30. Выкинули, заправили, перемешали, утрамбовали. И потом, в дальнейшем, когда мы проводим какой-то уход, мы будем смотреть за тем, как я вам сказала, что она не глубокая корневая система, то мы аккуратно сверху пропалываем, либо рыхлим. Хорошо засыпать какой-то мульчой поверхность корневую, но не приближайтесь, но уже близко к стволикам. Не стоит засыпать. И если растет на очень уж южной стороне или где-то там в южных регионах, то мульчирование поможет спасти корневую систему от перегрева, что также очень хорошо скажется на благополучии нашей гортензии метельчатой. Затем посадили и требуется гортензии уход. Уход будет заключаться в том, что с весны до осени, как правило, 4 подкормки. Но поверьте мне, если вы про какую-то подкормку забудете, то ничего страшного, она все равно будет цвести у вас. Но гортензия очень отзывчива на подкормки, отзывчива на поливы, поэтому, естественно, весной первая подкормка должна быть все непременно. И она будет заключаться в таком стартовом, хорошем, комплексном удобрении. Можно самому составлять эти смеси, но сейчас достаточно удобрений, которые уже содержат полный набор весенних компонентов для того, чтобы растение с успехом тронулось в рост после зимнего отдыха. Ну, например, можно взять, чтобы вам было понятнее, столовую ложку неполную без верхушки сульфата калия и столовую ложку какого-нибудь удобрения, содержащего хорошую концентрацию азота. Пусть это будет мочевина. Размешали в ведре воды, настояли хотя бы полдня, лучше сутки, чтобы все это там растворилось. И под средневзрослые растения, ну, это вот спустя там три года, то этого ведра хватит на три растения. Если растения более старшие, то полуведра, ну, а если молодые, то можно и на пятерых разделить, если молоденькие растения, которым два-тире три года. Летом, как обычно и для всех прочих растений, в начале лета мы делаем подкормку снова же комплексным удобрением, например, кемира универсальная, для того, чтобы растение хорошо подготовилось к цветению. Когда мы видим, что уже бутонизация пошла, даже кое-что начинает распускаться, значит, кормим удобрением, в составе которого преобладают фосфор и калий, для того, чтобы цветение было пышным и происходило как можно больше закладывалось цветочных почек, в том числе и побегов следующего года, которые в следующем году отрастут. Ну, и в августе месяце мы сделаем последнюю подкормку, исключаем азотные удобрения, потому что азотные удобрения будут вызывать усиленный рост побегов, они не успеют одревеснеть и погибнут. Но в этом большой беды тоже нету, потому что гортензия метельчатая, ура, она цветет на побегах текущего года. Поэтому приступаем теперь, нет, еще не приступим, я расскажу из личного опыта, какие мне нравятся удобрения. Это такие удобрения, как Бонафорта и Добрая сила. В линейке каждой линейки из этих удобрений есть специальные такие, например, даже есть спрей Бонафорта спрей по листовой массе, по бутонам, там с витаминами, с лентарной кислотой, витамины группы В, которые очень-очень хорошо влияют на растения и не только на гортензию, вот советую это удобрение. И вы сразу увидите результат, ну не то, чтобы вас побрызгали и все, и сразу вот это зацело. Но спустя 3-5 дней вы увидите, вот можете даже провести такой эксперимент, тут побрызгать, тут не брызгать, или подкормить Бонафорта, либо Добрая Силой, потому что там тоже такое органимиральное удобрение, в составе которого и антарная кислота содержится, и результат виден, он на самом деле виден. Вот этот куст, он станет такой, насыщенный, зеленый, все такое, вот прямо цветущий-цветущий, а другой, ну да, так вот, вот так вот живу. И в Доброй Силе еще есть очень хорошее удобрение, которое в своем составе содержит кремний, что очень хорошо при последней, предзимней подкормке. Ну, это про удобрение. А теперь обрезка. Обрезка будет заключаться в том, что весной вы посмотрите, что там сохранилось, что не сохранилось, обрезали. Если растение старое, куст, и вы хотите его омолодить, потому что без прореживания есть некоторые сорта, которые очень интенсивно нарастают, и рост у них очень сильный, и сами они высокорослые, по 2-3 метра, это очень внушительные размеры, но если вы будете вот любоваться из года в год вот этим таким буйством зелени, то, в конце концов, придете к тому, что она перестанет у вас цвести достойно. Поэтому проводятся омолаживающие обрезки. И тогда осенью вы срезаете на пень практически, оставляя 3-5 сантиметров, и весною стартуют новые побеги, и на них заколосятся новые цветы. Ну, и еще один момент такой, что, размножение. Как она размножается? Замечательно размножается. Гортензия метельчатая, даже не требуются стимуляторы роста, такие как гетероксин, корневин, потому что, допустим, гортензия крупнолесная, она туго размножается. А гортензия метельчатая, обычно нарезаем черенки, если это в июне месяце, то мы обрезаем, смотрим так при нарезке, что, допустим, это одревесневшая часть, а здесь уже пошел новый побег, прираст этого года. Но мы срезаем немножко с пяточкой, если позволяет побег, либо захватываем одревесневшую часть. Ну, 2-3 междоузли, и, как обычно, нижние височки обрезали, эти оставили, в почву какую-нибудь, там перлит с чем-нибудь, с песком или с почвой, там с торфом можно, пролили, воткнули, некоторые даже проращивают просто в стакане с водой или в баночке с водой, и все замечательно. Если мы берем июльские черенки, то здесь мы уже берем чисто побеги текущего года, приросты. Некоторые любят верхушечные черенки, ну, подождите, чтобы они такие стали все-таки не совсем травянистые, а более-менее окрепшие. И с того же, такая же технология, и тоже от песка до банки, и все у вас получится. В течение 3-4 недель происходит укоренение. Вы будете, если в банке, то вы будете наблюдать, как сначала образуется калиус, потом мура, корешки, ну, и, значит, сажайте уже в почву. Такие череночки пересажены в почву, в горшочки посадите они сразу в грунт. Лучше первую зиму подержать где-то в помещении. Потом на следующий сезон мы высаживаем весной, и все-таки вот в этот год уже, получается, для черенка это второй год жизни, мы сделаем ему легкое укрытие. Ну, а потом уже можно пойтись и без укрытия. И, конечно же, когда вы выбираете сорта, подбирайте их все-таки немножко с умом. Во-первых, с размер на своему участку, потому что есть крупные очень экземпляры, есть карликовые, которые подойдут для малого сада. Несмотря на то, что гортензия метельчатая считается зимостойкой, все-таки есть такие сорта, которые немножко подмерзают. Ну, как я уже говорила, что потом отрастают, но это все-таки сказывается на пышности в текущем сезоне растения. Все-таки оно использует силы, которые пошли бы совершенно на другое. Поэтому будьте внимательны к выбору сортов. И некоторые сорта в холодное, либо очень дождливое лето, в некоторых регионах такое вот оно может быть и всю жизнь, они не будут проявлять свою красоту. И эти вот фертильные, будем называть научным языком, стерильные там они не имеют значения, цветочки, а вот фертильные, которые раскрываются и показывают всю пышность и красоту этого растения, они просто не будут раскрываться и выглядеть немножко такими, как просто обгрызенные бусинки какие-то. Ну и, воспользуясь шпаргалкой, я расскажу вам некоторые сорта, подскажу, которые мне очень нравятся. Такой есть сорт с милым названием Бобо. Это карликовый сорт, его высота 50-70 сантиметров и белое соцветие. Сорт Пинки Винки, высота его полтора метра. Сначала они светло-розовые, а затем становится окраска более интенсивная, соцветия, такие правильно конусовидные. Сорт Дарлидо. Иногда поставщики этого материала, они название немножко сокращают, потому что на самом деле Дарлидо – это такое сокращенное название, дартс, литл дотс, то есть маленькие такие точки, как от стрельбы дротиками. Растения тоже невысокого роста, до одного метра, шаровидные белые соцветия, и чем хороший этот сорт Дарлидо, тем, что он мало требовательен к почве. То есть если вы ничего не будете делать, то он все равно будет расти, я имею в виду с почвой. Растение, сорт самый красный, который я видела и читала, это называется Даймонд Руж. Высота его от метр тридцать до метр пятьдесят, но это вот просто классический экземпляр, которым можно восторгаться бесконечно, потому что соцветия крупные, тридцать-сорок сантиметров, они конусовидные, сначала они белые, потом они розовеют, потом они к середине лета краснеют, а потом уже к осени они просто становятся насыщенно красного оттенка, но это условно красный цвет, это не то, что вот алый, он такой розово-красный цвет, и сохраняет свою декоративность до самой поздней осени. И при этом у этого сорта и листва декоративная осенью, она бронзовая, и в зависимости от погодных условий может быть даже оранжевых окрасок, то есть вот весь сезон куст выглядит просто великолепно. Даймонд Руж. Ванилла Фрайс, тоже прекрасный сорт, высота его до двух метров, сначала цветочки кремовые, потом они розовеют, розовеют, и к осени они становятся уже такие насыщенно-розово-красные соцветия. Пинк Диамонд до двух метров, соцветия достаточно крупные, тоже 20-30 сантиметров, розовеющая на кончиках, такой вот нежный, приятный сорт. Ну и диковинка, может кому-то понравится, называется Лайм Лайт, сорт вообще неприхотливый, растет тоже, вот как дурак такой, до трех метров растет, поэтому следите немножко, ограничивайте его. Цветки сначала зелено-белые, и снова уже в зависимости от солнечной экспозиции, цвет может быть более-менее насыщенным, это вот эта зеленца, но и потом уже к концу цветения, по мере отцветания, они становятся практически бежево-белые. Ну вот такой обзор сортов, мне кажется, вы полюбили уже гортензию, всем, кто слушал, молодец, спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, до новых встреч!